Рыбки плавали, ныряли в тёпло-светленькой воде. То свердутся, разойдутся, то зароются в песке. Вот теперь первоклассники чувствуют себя в классе, как рыба в воде. За два месяца они освоились и влились в учебный процесс. Смело поднимают руки и отвечают, особенно когда тема интересная. Сегодня у ребят рыбный урок. Вот вы видите, у меня в классе есть аквариум. Это уже как бы моё хобби получается. И те ребята, которые приходят ко мне с первого класса, они мне помогают. И с большим удовольствием мы ухаживаем за этими рыбками. Мы их любим. Мы иногда загадываем желания, особенно перед контрольными работами. Просим у них помощи, чтобы они нам помогали. Вообще это наши любимые питомцы. Мы было подумали, что попали на занятия окружающий мир. Но здесь малыши не только познают природу. Они читают, пишут, мастерят и даже изучают ораторское искусство. У меня дома есть аквариум, примерно два метра. Там есть рыбки гурами, меченосы, сомик. Мне нравятся рыбки. И да, это у меня тоже хобби. В гимназии номер два многие увлекаются аквариумистикой. Отсюда большое количество рыбных мест. В конце необычного урока малыши покормили водных обитателей и поставили себе оценки. Я поставил пять, потому что я сегодня... Ой, то есть пять с минусом, потому что я сегодня отвечал, но делал ошибки. Я поставлю себе пять. Я много руку поднимала. Я бы себе поставил сегодня пять, потому что я много отвечал и многое знаю. А в это время старшеклассники изучают биоритмы. Нет, это не биология. Это урок информатики. Ребята научились моделировать самые разные процессы. Вот, например, домашнее задание. Домашнее задание – это у нас биологические, опять же, моделирование биологических процессов, биологических популяций. Там будет производиться расчет биологической популяции в связи с хищниками. То есть как происходит развитие популяции, когда в ней есть хищники. Есть гипотеза, что жизнь человека подчиняется биоритмам. Например, каждый 33-й день интеллектуальная активность на высоте. Ребятам предстоит рассчитать, какие дни благоприятны для учебы, какие для спорта, а когда лучше отдохнуть. Модели такие очень интересные. И вот если посмотреть сейчас результаты, может связать с прошлыми какими-то воспоминаниями жизнью, может это действительно работает. И вот, как подсказал учитель, просчитать удачные дни для сдачи экзамена – это все-таки полезно будет. На самом деле, тема урока – моделирование в среде электронных таблиц. Биоритмы – это лишь пример. Зато, какой увлекательный. Анастасия Петухова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта». Анастасия Петухова, Иван Худяков, телекомпания «Ветта».